О самых заметных событиях данного часа расскажу прямо сейчас. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. В городе Жанатасе Жанбулской области 120 семей стали новоселами. Ключи от квартир вручили многодетным матерям, сиротам, малообеспеченным семьям и молодым специалистам. Многодетная мать Мируертна Рымбаева долгие годы скиталась по квартирам. В 2012 году женщина встала в очередь на жилье. И вот сегодня ее заветная мечта сбылась. Теперь она хозяйка трехкомнатной квартиры. Дом расположен в самом центре города. Рядом рынок, школа и детский сад. Это очень удобно, особенно для многодетных семей. Я очень рада новому жилью. Среди счастливых новоселов и воспитанники детского дома, малообеспеченные семьи, а также молодые специалисты. Дом, в котором теперь они будут жить, простаивал многие годы. На ремонт и реконструкцию заброшенной многоэтажки ушло 317 миллионов тенге. Для Натаси в 1991 году 214 домов было. Осталось 114 домов. Из этих домов, которые прошли техническую экспертизу, осталось 16. 10 домов, которые находятся на балансе государства, то есть коммунальная собственность, и 6 – это частники. По словам строителей, дом дешевле восстановить, чем построить. Возведение одной многоэтажки обходится в 600-700 миллионов тенге. А капремонт с готовой инфраструктурой вдвое дешевле. Провели капитальный ремонт. Дом полностью укрепили металлоконструкциями. 85% строительных материалов отечественного производства. Население моногорода составляет 22 тысячи человек. Из них в очереди на жилье стоят еще около 2000 жителей. В ближайшее время местные власти планируют восстановить еще 15 многоэтажек. Проектно-сметные документации трех домов уже готовы. Анастасия Сулейманова, Тимур Сиелхан, Руслана Хотела, Жамбылская область, Хабар, 24. Пять социальных инициатив президента – это еще один урок ответственного государственного менеджмента, так считает депутат Мужелеса парламента Бебет Мамраев. По его словам, предложение Анар Султана Назарбаева улучшит жизнь миллионов казахстанцев. Новая жилищная программа «Сем-20-25» позволит нуждающимся в течение 25 лет, не торопясь, измеряя свои возможности, выплачивать ипотеку. Бебет Мамраев также сообщил, что механизмы реализации социальных инициатив президента должны быть разработаны в течение месяца. Вы помните, на заре независимости президентом было принято решение сначала экономика. И вот эти пять инициатив продемонстрировали, что выбор был сделан правильно. Во-вторых, президент в своем выступлении сказал, что нам нужно было время, нам нужно было собрать силы и собрать средства. И вот этот день наступил. И сегодня президент счел возможным, основываясь на устойчивом развитии Казахстана, на возросшей роли законодательной власти в решении социально-экономических вопросов, объявить о своих социальных инициативах. В Казаларде чествовали долгожительниц. В городе сейчас проживают две женщины, перешагнувшие 100-летний рубеж. Теплые поздравления в честь весеннего праздника принимали и многодетные мамы. В Казаларде более трех с половиной тысяч матерей героинь. Необычную праздничную акцию к Международному женскому дню инициировала и молодежь города. О ней расскажет наш корреспондент Алибек Байшуленов. Активисты молодежного ресурсного центра сегодня цветы дарили прямо на улице. Причем каждый встретившийся Казалардинке. Сюрпризов удостоились и сотрудницы коммунального учреждения Калат Азалага. Ребята не только вручили труженицам цветы, но и взяв в свои руки их лопаты и метлы, приступили к очистке территории. Праздничную акцию инициировали и представители партии Нур-Отан, которые с поздравлениями посетили дома почтенных женщин. Ветерану тыла Зульфье Даулетовой исполнилось 100 лет. Свидетельница сурового периода джута и Великой Отечественной войны благословила гостей. Были дни, когда совсем не ели. Мы тогда мечтали только о хлебе и благополучии. Мы денно и ночно работали на полях, обеспечивали фронт продовольствием. Так приближали победу. Слава Всевышнему! Сегодня мы все живем в независимом и мирном Казахстане. И пусть такое счастье продолжается. В эти дни почеси удостоились и сотни жительниц областного центра, которые внесли значимый вклад в развитие социальной, экономической и культурной жизни региона. Особо отмечен подвиг участницы ликвидации последствий чернобыльской аварии Жанат Сады-Кулказа. Современная женщина-мать не только воспитатель, советчик и хранительница домашнего очага, но и координатор и организатор добрых инициатив. Поэтому у истоков всех значимых и важных дел всегда стоит женщина. С праздником, милые дамы! Алибек Большуленов, Ханат Ненсибаев, Руслан Айтмамбетов, Казларда, Хабар, 24. Международный женский день отметили не только на суше, но и в Каспийском море. В Монгоставской области на ракетно-артиллерийском корабле «Сарарка» женщины-моряки, а также новые члены команды прошли о морячивании. Это особая традиция для каждого военнослужащего флота. Ведь именно с этого момента он может с гордостью называть себя моряком. Техника связиста Майру Абдирахманову из так называемых «карасей» переводит в настоящие моряки. А морячивание проходит под шутки и прибаутки команды. Но нужно поспешить, приближается шторм. Холодная морская вода в плафоне пьется с трудом. Необходимо не проронить ни капли, иначе придется начинать все сначала. Аплодисменты и на память грамота с координатами точки о морячивании. Майра Абдирахманова по образованию экономист, а по призванию моряк. Уже более 12 лет она служит в штабе дивизиона разнородных кораблей ВМСРК. Совсем недавно решила, что суровые шторма Каспия ей не страшны, и попросила снести службу в море. «Я поддерживаю связь на корабле. Всегда мечтала носить погоны. Мой муж очень гордится мной. Я в браке уже 6 лет. В 2020 году планируется поступление нового корабля, и меня припишут к нему». «Это флаг папа. Он означает оставаться всем на борту, так как судно скоро снимается. Мы будем вешать его на мачту, так как мы скоро будем выходить в море». Жизнь на гражданке никогда не привлекала связиста Дарью Кириченко. На службу в армии девушку вдохновила мама, которую в свое время тоже носила погоны. За плечами Даши – курсы младших корабельных специалистов. «Я выходила на боевое дежурство 3-4 раза. Был шторм. Но я справилась. Качка особо я не чувствовала. И показала боевой дух свой. Морская болезнь мне незнакома. Видимо, это моя судьба быть моряком». Сегодня на военных кораблях в МСРК бороздят Каспийское море три женщины. Главный праздник весны они встречают с дружной командой «Рак-Сарарка». Пока «Кок» готовит вкусные угощения, остальные заботятся о культурной программе. «Уважаемый экипаж и гости «Рак-Сарарка», от лица командира корабля хочется поздравить прекрасную половину коллектива с Международным женским днем, с 8 марта. Пожелать, чтобы в суровом и сложном Каспийском море вы становились, как и сейчас, необходимыми членами нашей команды. Чтобы морская волна не смывала вашей красоты, а соленый бриз освещал вашу душу. С праздником, дорогие женщины! Поздравляю! Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Монгостовская область, Хабар, 24. Своебразно отметили Международные женские деньги казахстанские студенты, обучающиеся в Великобритании. В самом футбольном городе мира, в Манчестере, при поддержке посольства Казахстана в Великобритании, они организовали турнир «Долстык Кап» «Кубок дружбы» и посвятили все свои победы своим матерям, рассказывает наш собственный корреспондент в Туманном Альбионе Галамжанка Романула. Всем привет! Добро пожаловать на наш ежегодный турнир! Всего представлено 11 городов. Почти все студенты являются стипендиатами программы «Балашат». Все настроены на победу. Ведь на кону кубок и возможность провести следующий турнир у себя в городе. Цель данного турнира – это объединение студенческих альянсов и пропаганда дружбы. Ощущения очень приятные, веселые. И хотелось бы сказать спасибо студентам, которые приняли участие, и, конечно же, команде, которая помогала организовывать. Несмотря на холодную погоду, игры прошли на высоком уровне. Поддержать футболистов пришли и друзья игроков. Некоторые из них даже вышли на футбольное поле, что не являлось нарушением условий турнира. Соперничество было серьезным. Не обошлось, к сожалению, и без травмоопасных ситуаций. Болельщики тоже не остались в стороне. Особо отличившихся ждал специальный приз. Кульминацией турнира стала игра между командами городов Манчестер и Абердин. При жесточайшей, но справедливой схватке победила команда хозяев турнира. Мы показали всех хороший футбол. Было сложно, но мы победили. Мы всей командой посвящаем эту победу нашим мамам. Мы вышли на финал ради победы, ради наших мам. Хотим поздравить всех женщин с 8 марта, с Международным женским днем. К слову, в этом году Досткат проводится в Манчестере уже в девятый раз. И все девять раз из 11 турниров они становились чемпионами. По итогам игры кубок остается здесь. И следующая игра снова пройдет в этом с доминитом английском городе. Одна на миллион. Многодетная мать из Петропавловска поет необычные песни. Все слова Эльмира Каленова произносит наоборот. Причем на анализ текста у девушки уходят считанные минуты. Услышав словесную абракадабру, окружающие диву даются. А сама Эльмира Каленова скромно пожимает плечами. Как пишут в просторах интернета, в мире подобным даром обладает всего один человек на 10 миллионов. Однако журналистка из Северного Казахстана свои необычные способности чем-то особенным не считает. В жизни, говорит, такое умение ей еще ни разу не пригодилось. Когда я была маленькая, было модно в каждый слот добавлять буквы П, С. И мои братья, сестры, когда мы были маленькие, все равно свои секреты, они шифровались и между собой так общались. А я все это понимала. И всегда думала, как будет, если слова читать наоборот. И попробовала. Проще всего говорить задом наперед Эльмире на родном языке. О способностях девушки знают единицы, в основном коллеги. Это необычные способности, потому что простой человек, даже тренированный, он не сможет таким образом, наоборот, произносить фразы. Эльмира, мне кажется, мне симпатизирует она тем, что она правильно в жизни приоритеты расставила. Самое главное для девушки – большая дружная семья, здоровые родители, заботливый муж и трое очаровательных детей. Эльмира знает, что здесь ее всегда поддержат во всех начинаниях. Уверенность для женщины – самое главное. У нее сразу появляются крылья. Мне всегда нравилось заниматься рукоделием, вязанием, шитью, плетением бисером. Это мне самой нравится, во-первых. И во-вторых, мне нравится делать подарки, радовать других родных и близких. Когда кому-нибудь подаришь подарок, который сделан своими руками, это обязательно высоко оценят. Работа, домашние хлопоты, времени на увлечение у Эльмира остается немного, но она всегда старается удивить и порадовать родных. Так что каждый месяц младшие члены семьи щеголяют в вещах от самого любимого кутерьера – своей мамы. Ирина Панфилова, Руслан Алеев, Тулигин Иманов и Дмитрий Рура, Петропавловск, Хабар-24. Ювелирные изделия и бижутерия вошли в топ самых ожидаемых подарков к Международному женскому дню. Выйти в свет в праздничном колье с изысканной подвеской или комплектом украшений мечтает почти треть представительниц прекрасного пола. К таким выводам пришли аналитики международной компании «Делойт». Эксперты провели опросы среди населения и сотрудниц компаний. Также казахстанские женщины мечтают провести праздник в путешествии или посетить салон красоты. Подарить на праздник любимой женщине, супруге или близким ювелирное украшение во все времена считалось признаком хорошего тона и символом особого внимания. Не изменились традиции за последние несколько лет. Даже в условиях экономии и планирования бюджетных средств мужчины готовы откладывать часть накоплений и радовать прекрасную половину пусть не очень дорогим, но ярким и запоминающимся подарком. Таким образом, ювелирные украшения пользуются стабильно спросом у казахстанцев. Как говорят эксперты, в зависимости от финансовых возможностей, казахстанские мужчины готовы потратить в среднем от 50 до 100 тысяч тенге на изделия из драгметаллов и натуральных камней. При этом казахстанцы стали вдумчиво подходить к тратам и тщательно мониторить рынок перед тем, как совершить покупку. Если приходят, то обращают внимание, какого цвета, какой размер, что и для кого. То есть все это мы спрашиваем и уже согласно списку, по бюджету подбираем те украшения, которые необходимо там подарить. Еще одна особенность, на которую обращают внимание эксперты – растущий спрос на бижутерию. Как отмечают участники рынка, украшения, сувениры из качественного стекла и синтетических кристаллов за последние несколько лет составляют конкуренцию ювелирки. Средний чек в этом сегменте варьируется от 7 до 15 тысяч тенге. На сегодняшний день я думаю, что бижутерия – это такая очень большая альтернатива ювелирным изделиям. И в период кризиса очень много женщин, современных женщин, модных женщин, они больше предпочитают бижутерию. Я думаю, что даже больше бижутерий – хендмейт. Один из факторов, который обеспечивает этой продукции популярность – это гибкость предложения и возможность декорировать готовые изделия. К примеру, следуя моде, мастера готовы воплотить в реальность практически любую идею по индивидуальному дизайну заказчика. В наш современный век действительно очень много гаджетов и очень много изделий, которые выпускаются, наверное, каждый месяц. И уникальность вот таких вот производственников, то можно адаптировать любой дизайн под новую вещь. Очень популярны стали именно наши такие этнические мотивы, то есть то маршан, рак, хамса. Это касается и посуды, и каких-то интерьерных вещей. Очень популярная родовая тамга. Какова бы ни была идея и стоимость подарка, эксперты сходятся в одном – главная ценность во внимании, теплоте и любви близких людей, которые делают это от всего сердца и вкладывают в сувенир частичку своей души. Владимир Бовкис, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар, 24. 50 миллионов цветов завезли накануне 8 марта в столицу России. По данным социологов, каждый третий россиянин покупает букеты только раз в году, именно в этот день. Цветочная композиция традиционно возглавляет рейтинг подарков для женщин. Самыми популярными из года в год остаются тюльпаны из Москвы, утопающие в цветах. Сюжет нашего корреспондента Дана Нуржа. Стихийные развалы, мимозы у метро на оптовых цветочных базах не протолкнутся. В столице России на пару-тройку дней погрузилась в тюльпановую лихорадку. Московские теплицы к 8 марта вырастили 2 миллиона тюльпанов. И еще 50 миллионов цветов завезли из-за рубежа. Флористы признаются, продажи выросли не в десятки, а в сотни раз. Оно и неудивительно. Каждый третий россиянин покупает цветы только раз в году. 8 марта. Тюльпаны – это бессменный фаворит весенних букетов. Продавцы говорят, в марте даже розы уступают им свое первенство. В июне пионы, в марте тюльпаны. Розы можно получить в любое время года, а тюльпаны – это именно цветок 8 марта. Это традиция, которая все-таки показывает, что вот-вот тепло, и скоро мы увидим на своих участках тюльпаны, которые выращены нашими руками. В советские времена было трудно достать цветы, поэтому мы с отцом на двоих рисовали эти цветы, пытаясь восполнить нашими рисунками прекрасные растения, которые мы с вами все знаем и любим. Мимозы, тюльпаны, гвоздики, сирень. В общем, на что хватало наших усилий. В мире ежегодно появляются десятки новых цветочных сортов. Около 200 видов одних только тюльпанов каждой весной представляет московский аптекарский огород. Это крупнейшая в России выставка весенних растений. В оранжереях ровно к сроку расцветают мускари, подснежники, лилии и сирень. Новый тренд в цветочном деле – дарить нарциссы и крокусы прямо с луковицы, в глиняных плошках. Сотрудники аптекарского огорода вообще призывают отказаться от срезанных цветов. Не экологично, говорят они. Лучше – живые растения. Они гораздо дольше простоят, они будут гораздо дольше радовать всех тех, кому они будут подарены. И потом, самое интересное, что их можно будет пересадить в грунт, и они будут жить еще неопределенно долго, давая деток. Они будут свести на следующий год и через год. Мне кажется, что это как-то круче. Хит выставки в этом году – тюльпаны, которые пахнут арбузами, карамелью и яблоками. Дана Нужан, Александр Любителев, Россия, Хабар, 24. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Вам хорошего выходного дня. Субтитры предоставил DimaTorzok